В главе угла стоит любовь. Самое главное – это любовь не только родителя к ребенку, но и между супругами. Это очень важно. В этом году у нас были лауреаты из Красноярска, которые прилетели к нам без детей. У них двое детей с ДЦП. Они взяли награду в номинации «За развитие в ребенке талантов и возможностей». Мальчишки очень одаренные. У них своя творческая группа «Заряд», «Двойной заряд» называется. Но в этот момент они поступали в колледж культуры, и поэтому родители приехали вдвоем за награды. И папа на сцене так обнял и поцеловал маму и сказал, что вот он ее так безумно любит и ей гордится и восхищается. И вот эта любовь и отношение его к своей супруге было видно со сцены в его глазах на всех фотографиях. Вот это залог как раз-таки успешной семейной счастливой жизни и залог того, что папа никуда из семьи не уйдет. Поэтому очень важно, наверное, вот с самых азов воспитывать в ребенке изначально, потом уже в подростке – это любовь. Потому что спасает любую семью, независимо от того, есть там ребенок с инвалидностью или нет, именно родительская любовь. И, конечно же, ответственность. Это тоже важно воспитывать, особенно в мужчине, ответственность за ребенка, за жену и за всех детей в семье. Большая радость видеть здесь всех вас в этом зале, тех людей, которые своей жизнью, своей любовью, своим трудом оказывают помощь и борются за жизнь и здоровье своих детей. Премии уже 4 года, 43 семьи сегодня стали уже лауреатами. Это семьи из разных регионов нашей страны, из ближайшего зарубежья. 14 лауреатов сегодня будут названы здесь и сейчас. Эта премия никого не может оставить равнодушным. Я искренне хочу поблагодарить всех, кто стал организатором этой премии, этого большого события. С первых дней реализации нашего проекта нас поддерживает губернатор Астраханской области Бабушкин Игорь Юрьевич. Он сразу же подключился к организации мероприятий. И в этом году премия «Особенное счастье» добавлена в список достижений Астраханской области. Сейчас проходит на сайте достижений РФ-голосования, где наш проект лидирует. И мы очень надеемся, что, конечно же, он станет одним из лучших проектов в целом в нашей стране, потому что премия уникальная. Да, это социальная мера поддержки родителей детей с инвалидностью. Возможно, это не связано с экономикой, возможно, это не связано с финансами, но это очень важный сектор, который представляет как раз-таки народные интересы. И повторюсь, что мы достаточно своевременно стали реализовывать эту премию, когда родителям особенно нужна вот эта вот поддержка со стороны общества и власти. Сегодня, находясь в этом зале, проникаешься особым чувством и одновременно уверенностью в том, что все, что делаете сегодня вы, вы делаете абсолютно правильно. Да, безусловно, сегодня мы говорим о том, что все больше детей с особенностями развития становятся, стараются все больше принимать новых мер на уровне правительства, в Государственной Думе, разрабатываются новые законы. Но чем ты глубже вглядываешься в них, тем больше видишь вашу руку. Сегодня во всех этих нормах, которые сегодня так громко звучат с федеральных каналов, рука и жизнь наших родителей. С нами рука об руку Анны Юрьевны Кузнецова. Сначала в статусе уполномоченного по правам ребенка при президенте Российской Федерации, затем она уже стала заместительной председателем Государственной Думы Российской Федерации. Анна Юрьевна многодетная мама. Конечно, она не понаслышке знает, что такое большая семья. Сегодня у нас есть особое оружие, средство борьбы и защиты. Это наша любовь. Я хочу сказать спасибо всем организаторам, которые собрали нас сегодня здесь. Я хочу поблагодарить Игоря Юрьевича вас, потому что без поддержки власти общественные инициативы однажды угаснут. А я наблюдаю за премией в течение многих лет и вижу, что она растет, ширится. И я надеюсь, коли же мы заговорили о том, что общественные инициативы и то, что нужно сегодня родительскому сердцу, должно быть услышано, что станет вскоре федеральной большой задачей. А мы будем все силы к этому прикладывать. Я хочу низкий поклон сказать нашим родителям, которые воспитывают детей с особенностями развития. Очень хочется, чтобы всех вас услышали. И тогда у нас все будет везде правильно. ПЕСНЯ Когда мысль о проекте только родилась, мы понимали, чтобы сразу вот так вот стартануть во всеуслышание, нам обязательно нужны медийные лица в проекте. Но это не должны быть люди за большие гонорары. А это должны быть люди, которые по зову сердца готовы протянуть свою руку помощи, подставить это плечо. И вот тогда мой большой друг Юрий Цетлин, московский продюсер, он сразу же сказал, а давай Макарским предложим. Я думаю, что им точно откликнется проект «Особенное счастье», потому что они настолько поцерковлены, они настолько часто проводят вот эти мероприятия с родителями детей-инвалидов, что им даже объяснять ничего не придется. Мы на этом фестивале уже постоянные гости. Нас называют почетными, но, должен сказать, что это нам почетно здесь быть в гостях и напитываться той любовью, которая, ну, во всем, особенно в отношении к ближнему своему, да, как по заповеду. И те самые, моя, ненаглядно идет как раз. И как раз вот эти дети, которых называют особенным, их родители, которые совершенно особенной любовью, с особенной любовью относятся к своим ближним, они умеют вдохновить, как никто другой. Поэтому мы уже, по-моему, четвертый раз здесь, да? Четвертый раз, и каждый раз уезжаем отсюда наполненные, неповторимыми ощущениями и любовью. Первый визит Антона и Виктории в Астрахань – это не просто визит на премию и выступить с концертом, но это еще и был такой хороший разговор по душам. Перед премией мы всем родителям подарили творческую встречу с артистами. На этой встрече звучали разные вопросы. И от священников, и от родителей детей с инвалидностью, и от политиков. И на каждый вопрос Виктория и Антон находили ответ. Но все эти ответы все равно приводили к Богу. Говорили о том, что нужно все равно обращаться к Библии и жить правильно, жить с чистыми помыслами. И тогда, какая бы задача ни ставилась в семье, она все равно будет решаться. И даже рождение ребенка с инвалидностью, оно может быть счастьем. Это выражение, к которому также, да, нужно иметь вектор стремления, потому что полностью соответствовать этому выражению не получается, но стремиться к этому необходимо. Это выражение блаженного Августина. Если Бог на первом месте, то все остальное на своем месте. Вот когда Бог является на первом месте, все остальное так или иначе ты сам удивляешься, как же так распределяется, как так эти приоритеты становятся на свои места. Так и происходит. Поэтому только с Богом, никуда без него. Я помню ту первую творческую встречу, насколько она была своевременна, как она была важна для родителей, вот этот просто разговор по душам, где они как раз раскрыли свои личные истории о том, как они пришли к детям, как они вымолили своих детей, как они вымолили сначала Машеньку, потом Ванечку. По-человечески это обидно, по-человечески это слезы, это претензии, порой даже претензии к Богу, претензии к врачам, претензии порой друг к другу. Ты виноват? Нет, ты виноват. А когда ты приходишь к главному и говоришь, Господи, а дай-ка я изучу духовный закон. А почему так бывает? А почему прекращается род в каких-то ситуациях? И вот когда мы стали это изучать, ничего более интересного с нами в жизни не происходило. А дети, это уже было такое последствие вот этого духовного изучения, почему у нас не было детей. Вот то, что Вика сейчас сказала, мы имеем на это право, на такие слова, потому что мы все это прошли. Потому что это все было в нашей жизни. И когда спустя 13 лет ожидали, у нас появились дети, мы, кроме слов благодарности, ничего не говорили Богу. Потому что, слава Богу, что они у нас появились именно спустя такое большое время ожидания. Если бы они появились раньше, я понимаю, насколько милостив Господь был к нам, потому что мы бы их, ну, наверное, ну, в какой-то мере изуродовали их невинные души. А сейчас уже с пониманием того, что, к чему, почему, с этим вектором направления к свету, я не говорю, что мы пришли к Богу, я не говорю, что мы достигли каких-то... Нет, мы просто увидели, где свет, и пытаемся развернуться и стремиться к луну. Вот только так. Но с этим пониманием воспитание детей приобретает совершенно другой характер. Задарили нас сегодня. Спасибо вам огромное. Это будет воспитание подарить подарок. С точки зрения, наверное, религии, нужно понимать, что все детки особенные, они ведут свои семьи в рай. И не просто так они приходят в эти семьи. И они изначально все ангелочки. И возможность прикоснуться к этим ангелочкам дарит как раз наш проект особенное счастье. Затем через три года мы познакомились с оперной певицей Светланой Феодуловой, которая оказалась уникальной мамой. Во-первых, это мама многодетная, у нее восемь детей. Во-вторых, это мама, у которой есть особенный ребенок. И самый первый ребенок в ее жизни это особенный. То есть она очень рано, в раннем возрасте с этим столкнулась. И она, как никто другой, понимает участников нашего проекта. Конечно, здесь ей ничего объяснять вообще не приходилось. Она знала, какое слово подобрать для мамы, какое слово подобрать для бабушки. И вот ее первый визит в Астрахань она приехала со всеми своими детьми. Были они здесь у нас неделю, гостили. И она дала свой первый концерт. Мы его приурочили ко всемирному дню оказания палеотипной помощи, поскольку Светлана возглавила фонд «Особенное счастье» и стал попечителем фонда. Номинация «За веру в ребенка». Моя супруга очень хорошая. Добрая, заботливая. С рождением Ярослава сильная. Когда Манюшке исполнилось два года, мы с мужем решили, что лучше сразу с пеленок в пеленки. И я практически сразу забеременела Ярославом. Ставили, что беременность замершая, но потом это опровергли. И вот 7 января стремительной роды родился Ярослав. Меня зовут Тамара. Я многодетная мама. Мама троих детей. Один из деток у нас особенный. Его зовут Семен. О том, что он особенный, мы узнали еще во время беременности. Конечно же, для нас это был шок. Но мысли о том, чтобы прервать беременность, у нас даже не возникало. И даже когда Сема появился на свет, нам предложили отказаться от него. Выписались месячными уже практически. Это бесконечные капельницы, это рвоты, это бессонная ночь. Я очень благодарна мужу на тот момент, который сказал, так, успокойся, это наш сын, мы его будем растить. Это дало силы, потому что когда тебя поддерживает семья, поддерживает самый близкий человек муж, значит, уже ты многое сможешь. Прогнозы врачей были такие, что Сема никогда не будет ходить. Он будет навсегда прикован к инвалидной коляске. Первый год был самый тяжелый, потому что не было никакой определенной. Поехали в Москву, где в конце концов был уже поставлен точный диагноз синдром Нуна. Ярослав перенес 4 операции по поводу двухстороннего крипторхизма, операцию на устранение птоза век. Сема у нас боец. Несмотря на большое количество операций, а их было более 10, он радуется жизни. Он старается брать от нее все. Самая первая реабилитация была в Словакии. Мы туда съездили два раза. Атоматис-центр в Бельгии сделал нам очень хорошую скидку. И вот туда мы ездили 6 раз. Сейчас мы реабилитируемся в Белгороде, в прекрасном реабилитационном центре, который буквально недавно открылся. Я очень рада этой возможности, что теперь мы можем 3 раза в год проходить реабилитацию у нас в городе. Воспитываю нашего Сему как обычного ребенка. Сема дал нам таких сил, уверенности в себе, что теперь нам море по колено, воле по плечу. Сейчас, наверное, сложно найти в Белгороде, Белгородской области людей, которые бы не помогали беженцам, военным. Я на самом деле не подозревала, что у меня есть столько сил, что один человек может столько всего преодолеть. Сема занимается рисованием, посещает музыкальную школу, играет на фортепиано. Ему очень нравится спорт. Еще в этом году мы воплотили в реальность одну мечту – это встать на коньки. Я очень рада, что он у нас есть. Он учит нас никогда не унывать и никогда не сдаваться. Старшие брат и сестра всегда помогают Семе и поддерживают его во всем. Никогда не дают ему унывать. Ученик, он успешный, творческий мальчик. Им были трудности, но кому идти трудно, тот идет к вершине. Я думаю, что у него все получится. Я мешаю, и у дедушки поехали в деревню. Он открыл для нас новые возможности. Он вдохновил нас. Он помог посмотреть нам на этот мир совершенно другими глазами. Мы верим только в лучшее. Вера помогает нам жить. Каждый родитель верит в своего ребенка, в его успех, в его жизнь. Вера всегда с нами. Про многодетных мы рассказываем с особой гордостью, потому что особенный ребенок такие семьи объединил. И более того, родители сделали все для того, чтобы в этой семье родилось еще больше детей, которые сплачиваются вокруг особенного ребенка. И братья, и сестры помогают растить этого ребенка в счастье, в заботе и в любви, несмотря на те сложные диагнозы, которые подчас бывают у такого ребенка. Хотелось бы поблагодарить всех организаторов, всех, кто принимал и принимал участие, кто не остается в стороне. Потому что для нас, родителей, особенно у детей, это очень важно. Благодаря данной времени мы можем показать возможности наших детей, что они могут достигнуть, а вы успеете рассказать. И, конечно же, хочется пожелать тем родителям, которые сейчас находятся в отчаянии, что никогда нельзя отыскать. Обращать внимание на наше предложение, как родителей, это очень ценно. Спасибо большое за это. Мы не выбираем, какими мы родимся. Мы не выбираем, какими родятся наши дети. Но мы можем выбрать то, как мы проживем эту жизнь. Что мы можем дать? Что мы можем дать семье? Что мы можем дать другим детям? Встретили такой срок концентрировался не на вот этом начальном этапе, с которым столкнулись, наверное, все семьи беспрестивающие. Шок, страх, непринятие. Желание, наверное, в какой-то момент спрятаться от солнца ума. Мне очень приятно, наконец, у вас. Мы приехали, мы издалек, в городу. Мы пересадки, называемые, когда они за один год на номинации. Ну, а по свече, мы благодарим вас за вашу премию, особенное счастье. Мы, конечно, не предполагали, что я выберу эту номинацию. Для нас неожиданно счастье. Мы с вами собрались здоровы, конечно. Мы, конечно, неожиданно, но мы все прияты и осенью проедем куда-то. И тряпно много лет уже вот все вместе с людьми. И так, и потом собрали благодарность вам вообще всем, всем. Наверное, вот наш проект, он учит добру. Добру именно изнутри и сердца. Когда независимо от того, в проблеме ты или не в проблеме, а изначально ко мне обратились за помощью именно родители детей-инвалидов, которые находятся постоянно со своими детьми непростыми. Но вот наша задача была собрать такую команду на площадке особенного счастья, которая независимо от принадлежности к проблеме могла бы так же сопереживать, сочувствовать и помогать. И самое главное, со временем самим меняться. И честно вам скажу, переоценка ценностей на нашей площадке происходит колоссальная. Я поклониться матерям хочу, Тем, у которых дети инвалиды На свою долю, ни ропща, ни чуть, Они несут крест тяжкий, терпеливо. А жаль, нет пока ни званий, ни наград Для вас достойных звания, героиня. Побольше бы таких, как вы, Тогда поменьше интернатов стало. Каким их бог терпельем наградил, Какой самоотверженности дал им, Здоровье бы еще и больше сил, Спасибо и поклон вам низкий, мамы!